В Петербурге стартовала международная театральная олимпиада, впечатляющая церемонии в небе над площадью перед Александринским театром. Конец вековому забвению. В Петербурге готовится отреставрировать старейший орган с ручным механизмом, единственный в мире. В память о самом преданном фанате Петербургский музей Битлз Кули Васина ждет реконструкция, и после там появится мемориальная комната коллекционера. Итак, в Петербурге стартовала театральная олимпиада, одно из самых масштабных событий в мире искусства. Церемония открытия прошла на площади Островского, предтысячная аудитория, которая смотрела в небо. Именно там появился канатоходец, который символично поднял красный занавес Александринского театра. На открытии для горожан выступили самые известные уличные театры Европы. Так, артисты из французской труппы «Трансэкспресс», работающие на стыке театра, цирка и музыки, отбивали ритмы в воздухе. Удержаться от танца было невозможно. В этом году олимпиада проходит в девятый раз. В Россию свои спектакли привезут театры из 21 страны. Яркое, интересное событие, которое дальше, как и спортивные олимпиады, регулярно проводятся по всему миру. Эта олимпиада очень необычная. Она проходит одновременно в двух странах, в России и в Японии. Министр культуры Владимир Мединский и действующий губернатор Петербурга Александр Беглов успели поговорить не только о театре. На специальной встрече они подписали соглашение по предоставлению финансирования Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда. Он, как и предполагалось ранее, останется в особом для петербуржцев месте, соляном переулке. И будет расширен. Я хотел сказать, что Владимир Владимирович поддержал предложение блокадников, ветеранов, Великой Отечественной войны, да и жителей нашего города о сохранении музея обороны и блокады Ленинграда в сельном переулке. Более того, он дал соответствующее поручение расширить. И сегодня, по его поручению, Министерство обороны готовится передать нам порядка от 3 до 3,5 тысяч квадратных метров площади. Неизменной останется дата открытия музея. Это произойдет 8 сентября, в день 78-й годовщины со дня начала блокады. Старейший орган готовит к реставрации в Петербурге. Музыкальный инструмент был сделан специально для Англиканской церкви Иисуса Христа в 1877 году. Когда инструмент вернут голос, узнал Алексей Комаров. Здесь можно пройти к механизму. Думаю, что это единственный сохранившийся такой ручной накачки механизм для воздуха из всех петербургских органов. Единственный и не только в Петербурге, но и в мире. Дело в том, что ровно 100 лет назад церковь закрыли. Про орган забыли, поэтому электрификация прошла мимо него. Так ручной механизм и сохранился. Работа не такая простая, поскольку крутить надо было достаточно равномерно. Ну и в общем физические усилия требуются. Думаю, что через 10-15 минут работы уже так чувствовалось. После векового забвения этот старейший в Петербурге орган ждет реставрация. Именно такие инструменты во всем мире можно сосчитать по пальцам. Вот, видите, там написано. Бринли и Фостер, Шеффилд, 1870. Фабио Мастранджело вспоминает, как сразу после передачи здания церкви к петербургскому мюзи-холлу в этом зале играли для самого принца Майкла Кенского. Мы на друг друга смотрим и не знаем, что будет. Хорошая акустика, средняя акустика, плохая акустика, вообще никакая акустика. Начинаем, и как только просто первая нота звучит, мы понимаем, что здесь божественная просто акустика. Не то, что хорошая акустика, а божественная акустика. Именно тогда и было принято решение отреставрировать зал и спасти его настоящую жемчужину. Орган молчит уже век. Впрочем, специалисты обещают вернуть ему голос за год. Дело в том, что, несмотря на некоторые утраты, инструмент в неплохом состоянии. И благодарить, скорее всего, нужно Горэкскурсбюро, которое в советское время здесь располагалось. Вот от них остались некоторые документы. Все лиги святых и сам Орган тогда закрыли шторами. Сейчас об этом времени напоминают еще сохранившиеся карнизы. В зале ничего не закрасили, как это любили делать в советских учреждениях, и не выбросили на свалку. Впрочем, при этом каждый мог заглянуть внутрь Органа. Именно тогда, как считают исследователи, он и был поврежден. Оценить его состояние из Англии пригласили Уильяма Маквикера. Проведя детальное исследование, посмотрев и описав, так сказать, количество труп наличествующих, испорченных, поврежденных, помятых, он с абсолютной уверенностью сказал, что да, как бы вот костяк основной, к счастью, сохранен. И это позволяет по сохранившимся частям воссоздать утраченное. Все самое главное. По словам Фабио Мастранджело, сейчас уже готов проект реставрации зала. Работы займут около двух лет. За год до их окончания Орган разберут и отправят на историческую родину, в Англию, где он снова обретет голос. Алексей Комаров, Михаил Марков и Галина Роменская. Новости культуры. Петербург. В Петербурге обновят музей Битлс Коли Васинов. В арт-центре на Пушкинской 10 представили проект. Несколько десятилетий назад в собственной квартире музей создал петербургский художник Николай Васин. Он собирал коллекцию с 60-х годов. В итоге сейчас она насчитывает более тысячи экспонатов, среди которых есть уникальные вещи. Например, футболка Пола Маккартни или раритетная пластинка с автографом Джона Леннона. В августе прошлого года Николая Васина не стало. Ему было 73. После гибели коллекционера друзья решили расширить существующее пространство. Музей дополнит личная комната Коли Васина. В ней соберут все его вещи и работы. Летнему саду исполнилось 315 лет. Русский музей отметил это событие трехдневным фестивалем. Честь праздника аллеи и сада наполнились звуками живой музыки в исполнении известных оркестров. Персонажами в костюмах разных эпох по тенистым дорожкам прогуливались аристократы, деятели культуры и искусства ушедших столетий. Главным украшением праздника стала благоухающая инсталляция. Шесть тысяч живых цветов композициями из гортензии и хризантем из Голландии. Как это и было в Петровское время украсили уголки сада. Экскурсию для всех желающих проводили флористы и сотрудники Государственного русского музея. Петр Первый любил все пышное и за любой пышный цветок, за любой сорт пышного цветка он платил деньги. И садовые мастера, которые предоставляли такие сорта, ярко цветущие, ярко красивые, которые были такие очень яркие, они получали достаточно большое денежное вознаграждение. Русский музей с гордостью рассказывает о своем экологическом проекте. В Петербурге и по всему миру сотрудники музея высаживают дубки Петра Первого. Самостоятельно растут уже 116 молодых растений. У всех саженцев есть сертификаты о том, что они выращены из желудей, собранных под самым старым деревом Петербурга. Знаменитым 360-летним дубом императора, который растет в летнем саду. Петр его видел и прикасался к нему, очевидно. Сейчас будем искать отпечатки пальцев Петра, но на коре трудно найти. И мы начали программу дубки. Вот именно из желудей. Вот мы будем собирать, чтобы школьники будут собирать, чтобы у людей не возникло сомнений. Ну, желудь найти, прорастить, в общем-то, не проблема. Это именно желуди Петровского дуба. Три дня в летнем саду продолжался настоящий культурный марафон, литературные чтения, театральные и музыкальные выступления, реконструкция исторических променадов, императорских выходов, выставка исторических фотографий и документов. Сегодня, 17 июня, в этот день, в 1898 году, родился голландский художник Маурис Эшер, творчество которого поражает воображение невозможной реальностью. Художник стал известен благодаря своим графическим исследованиям психологического восприятия сложных трехмерных объектов. Вспомним даты из петербургской истории. 17 июня 1882 года родился композитор Игорь Стравинский. Сергей Дягилев, услышав его произведение, предложил создать балет для русских сезонов. Так за три года появились «Жар птица», «Петрушка» и «Весна священная». 17 июня 1889 года в Петербурге торжественно открыли памятник принцу Петру Ольденбургу. Бронзовая фигура принца в военном мундире с аппалетами расположилась перед главным фасадом Мариинской больницы. В 1930 году памятник снесли. 17 июня 1894 года родился писатель Леонид Добычин в 1936 году. Его вызвали на собрание в Ленинградский союз писателей и обвинили в формализме. На следующий день Добычин покончил с собой. Чем еще живет культурная столица, расскажем завтра в это же время. Увидимся и не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok